Хочу показать результат внесения органики на изменение структуры и качества дерново-подзолистой почвы. Больше об особенностях этого типа почвы и как на ней выращивать и получать урожай я расскажу в своем блоге. Ссылку оставлю в описании под видео. Здесь же только скажу, что в такой почве мало азота, фосфора, калия и других элементов питания. Она имеет кислую реакцию, при этом лишена водопрочной структуры и постоянно заплывает. Если судить по книжкам, то без усиленного и постоянного внесения минеральных удобрений, известкования и постоянной вспашки на таких почвах особо урожая не получишь. Я отказалась от всех этих мероприятий и два года просто мульчировала почву органикой. Вот это верхний слой почвы на соседнем пустом участке, а сразу за запором у меня растут плодовые деревья и эта почва под ними. Как видите, она рассыпчатая, структурированная, имеет темный цвет, так как содержит много гумуса, который является результатом распада органики. Разница есть, и на своей неплодородной, влажной, уплотненной почве я получаю прекрасный урожай, и мои декоративные растения тоже ни на что не жалуются. Так что делайте компосты, используйте органику, и будет вам счастье!